здравствуйте дорогие мои рад вас приветствовать на канале заметки нумизмата в студиуме алексей здравствуйте алексей здрасте сергей рыч здравствуйте уважаемые зрители и разговор сегодня пойдет о нюансах с которыми сталкиваются нумизматы своей повседневной жизни прошу вас да все верно итак приступим очень часто вы наши дорогие подписчики уважаемые зрители спрашиваете нас в письмах о том на что обратить внимание при выборе монеты в коллекцию мы поняли что эта тема для вас актуальна и мы решили создать такой небольшой цикл выпусков посвященный именно этим вопросам то есть мы с вами будем рассматривать нюансы особенности монет сравнивать их тем самым надеемся мы поможем вам выборе монет для вашей коллекции тема нашего сегодняшнего выпуска патина что это такое как патина влияет на выбор монеты стоит или не стоит приобретать монету в патине и какие особенности какие подводные камни могут быть при таком выборе начнем что же такое сама патина по себе как явление это не что иное как тонкая пленка окислов возникающая на поле монеты в результате физико-химических воздействий внешней среды то есть монета лежит в земле монета лежит в кабинете или же она валяется запылившись на чердаке какого-то старого дома и именно эти условия будут влиять на ее интенсивность на ее насыщенность на ее цвет многие из вас уважаемые коллеги опасаются покупать монету в патине и вы по-своему правы конечно почему рассмотрим вот например на наших экранах сейчас с вами монета которая лишена патины то есть она была аккуратно помыта в мыльном растворе и мы с вами сейчас можем наблюдать чистое поле на котором видны все нюансы и огрехи монеты то есть микроцарапинки маленькие участки коррозии забоинки затертости все это наглядно видно на монете не так дело обстоит с монетой которую вот сейчас мы видим на наших экранах здесь монета в темный патин несомненно выглядит монета красиво патина темная патина подчеркивает рельеф но что же будет если эту монету помыть помыть профессионально помыть грамотно помыть зубной щеткой с помощью специалиста который этим займется а на монете мы можем увидеть скрытые дефекты то есть под слоем густой патины может оказаться неприятная царапина скрытая сейчас от наших глаз это может быть участок коррозии который мы тоже сейчас не видим благодаря вот этой темной патине и тем органическим наслоением которые скопились годами в этих участках и прикрытый патиной и монета она уже будет не настолько привлекательно как в том виде в котором мы ее сейчас видим поэтому покупать монету в патине или же нет решать вам а сейчас мы с вами рассмотрим несколько вариантов патины которую можем встретить повсеместно на монетах которые мы выбираем вот монета рубль 1854 года он в легкой темной патине из-под которой мы явственно видим штемпельный блеск поля мы видим рельеф монеты мы видим что монета практически без следов обращения монета качественная а патина лишь украшает ее делая более привлекательный второй вариант перед нами монета явно и земли явно копаная явно побывавшая длительное время в обращении и имеющие на себе множественные изъяны как крупные так и мелкие мы видим и забоины и коррозию и удары и затвертости все это скрыто под серой легкой патиной которая представляет из себя не только окислые монеты но также въевшуюся годами грязь если отдать данный экземпляр на профессиональную чистку то вероятнее всего скорее всего мы разочаруемся в результате так как скрытые под патиной огрехи добавятся к тем что мы уже видим и монета будет совершенно непрезентабельно конечно же такие монеты не стоит рассматривать в качестве покупки свою коллекцию за одним только исключением если это не какая-то сверх редкая монета стоящая больших денег труднонаходимая труднодоступная тогда да но ежели это монета простая тривиальная и легко находимая лучше воздержаться от подобной покупки такая серая патина которую мы сейчас видели на земляной монете присущи также монетам копиям производители подделок очень часто покрывают подобные патины свои произведения чтобы скрыть огрехи своего производства и начинающий несведущий нумизмат очень часто ведется на эти уловки и покупает подобные изделия будьте пожалуйста внимательнее и аккуратнее монета в серой патине из-под которой не видно штемпельного блеска вполне вероятно может оказаться обычной тривиальной подделкой при покупке таких монет либо стоит проконсультировать со специалистом либо воздержаться от подобной покупки потому что вероятность купить подделку очень и очень высока темная патина присуща не только монетам из земли и не только монетам копии вот сейчас перед нами рубль в густой темной насыщенной патине из которой мы видим яркий блеск видим все мелкие элементы рисунка патина их только подчеркивает что делает монету более интересной данная монета явно хранилась долгое время в коллекции находилась в мюнц кабинете то есть в ящике который был выполнен из определенного сорта дерева кстати мюнц кабинеты зачастую исполнены либо из дуба либо из махагона и что интересно дерево махагон при длительном хранении монеты в подобном мюнц кабинете дает такой золотисто-коричневатый оттенок легкая золотистая патина на штемпельных не побывавших в обращении монетах только украшает конечно же предмет и мыть такую монету профессионально либо любительски или же оставлять ее в патине конечно же решать вам это дело вашего вкуса но не забывайте о том что неграмотная чистка монеты сразу уменьшает ее рыночную стоимость и делают ее нумизматически интересны какие же мы сделаем выводы из нашего маленького экскурса в мир разнообразия патины прежде всего мы конечно же говорим да монете без патины монете на которой видны все плюсы и минусы все огрехи все царапины все незначительные повреждения все ее достоинства и недостатки мы можем объективно оценить такую монету понять нужно ли она нам в коллекцию и подходит ли она нам по качеству далее мы также говорим да монете в платине из под которой виден штемпельный блеск патина которая не закрывает нам обзор на мелкие детали рельефа и которые только лишь облагораживает улучшает вид монеты третье густая темная неоднородная патина из под которой не видно штемпельного блеска которая закрывает нам обзор на какие-то части, элементы рисунка монеты, должна как минимум насторожить. Это может быть признак копии завуалированной, патиной. Это может быть монета, имеющая дефекты, существенные дефекты, такие как коррозию, удары, царапины и прочие неприятности, которые могут вскрыться после чистки. К такой монете надо отнестись максимально осторожно, внимательно изучив ее в увеличительные приборы и понять для себя, насколько вам такая монета нужна. На этом, пожалуй, на сегодня все. Интересных и хороших приобретений вам в коллекцию, красивых монет в патине и без. Позвольте с вами попрощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok